За этими воротами некогда кадетский корпус, после гвардейские танковые и суворовское училища. Сегодня огромный пустырь в самом центре города. Заброшенная территория должна ожить в августе, став площадкой для проведения креативных мероприятий. Под закат лета 27 августа среди обветшалых зданий грянет музыка и запахнет бургерами. В День российского кинематографа на месте казарм устроят фудзоны. В здании училища откроются интерактивные площадки и лектории. А перед воротами на улице Гончарова установят сцену. Внутри будет маркет с местными креативными индустриями, будет зона мастер-классов, будет фудлиния, будет зона челлаута, зона интертеймента развлекательно-досуговая, онлайн-квест для детей, всякие интерактивные станции игровые. Лейтмотив праздника – кино. Следуя ему, на передвижном LED-экране покажут тизер полнометражного фильма, основная идея которого – взгляд ульяновцев на будущее города и свое место в нем. Все желающие также смогут поучаствовать в кастинге на роли в будущей ленте. Наш режиссер отобрал 12 героев разного возраста, от 5 до 65 разных профессий, разных бюджетов, задач, мыслей и спросил каждого, чем он живет, хочет оставаться здесь, хочет уехать, если хочет уехать, почему, что его заставляет остаться здесь. Все это – пролог к будущему. Именно такое название будет носить креативный кластер, планы по созданию которого вынашивают областное и городское правительство. К концу этого года заросшие площади перейдут на муниципальный баланс, а инвесторы и творческая общественность приступят к освоению бывших учебных аудиторий, откуда давным-давно выходили будущие офицеры, танкисты, герои Советского Союза. Наша задача в этом месте приоткрыть его для горожан, запустить сюда жизнь, показать, что в будущем это историческое возрождение этой улицы сквозной, которая есть, да и которая была, потом ее закрыли, чтобы здесь даже элементарно променадная новая инфраструктура открылась и досуговая, естественно. Придать новый смысл, наполнить жизни. Эти сакральные слова сегодня звучат посреди загубленных промышленных предприятий, в косых стенах, аварийных построек и везде, где долгие годы всем было не досуг сохранять наследие предков. Чего стоят мечты и планы, покажет время. А пока в старинных корпусах уже который год царит забвение. И стоят на страже его железные исполины минувшего века. Вячеслав Новожилов, Олег Тимонин, репортер 73.